В этот день работники Дома-Интерната в очередной раз встречали представителей Международного благотворительного общественного объединения «София», которое осуществляет гуманитарную деятельность на территории 170 стран мира, в том числе и в Беларуси. Семейная пара Герри и Кейлин Джон вместе с двумя волонтерами из США приехали в нашу страну на два года, чтобы помогать социальным учреждениям. Благодаря спонсорской помощи объединения «София» в столовую второго корпуса Дома-Интерната был закуплен трехсекционный жарочный шкаф, электросковорода, производственные столы и стеллажи для посуды, пищеварочный котел на 160 литров на общую сумму 53 миллиона рублей. Все это оборудование теперь помогает работникам кухни готовить пищу для 120 подопечных, проживающих в этом корпусе Дома-Интерната. Герри и Кейлин вместе с двумя молодыми волонтерами осмотрели установленное оборудование, убедились в его исправной работе и, услышав лестные отзывы обслуживающего персонала, остались удовлетворены своей миссией. Эта благотворительная организация помогает многим организациям, которые нуждаются в помощи. За счет выделенных ими средств в Кублинском территориальном центре социального обслуживания населения была открыта мастерская по ремонту обуви. Общая стоимость двух завершенных в 2013 году проектов в нашем регионе составила более 84 миллионов рублей. После осмотра кухонного оборудования нам с помощью переводчика удалось пообщаться с представителями этой благотворительной организации. Мы работаем, осуществляем нашу деятельность, мы не становимся спонсором какой-то отдельной организации. Молодые волонтеры также приехали из США в Минск с благотворительной целью. На самом деле нам очень нравится Беларусь, потому что Беларусь напоминает нам очень крепко наш штат, штат Айдаха, из которого мы сами. То есть у вас тоже самое выращиваете и картофель, и кукурузу, у вас есть стада, молочная стада, которая, по сути, молога. Также поля засажены разными зерновыми. У вас больше дождей, чем у нас, и ваша зима, на самом деле, дольше, чем наша. Но земля, страна красивая, и люди очень доброжелательны. И нам очень нравится, что люди часто улыбаются. После завершения своей миссии в Беларуси Гири и Келлин уедут в Америку, а на их место приедут другие волонтеры, которые также будут оказывать всевозможную помощь нуждающимся.